Здравствуйте друзья! 10 причин утечки вашей энергии Благодарю всех, кто подписался на мой канал и смотрит мои видео. Ссылка на статью в описании. Автор статьи UPS 1970 В большинстве своем люди делают это постоянно. Не вспоминайте ничего, ни хорошего, ни плохого. Это заставляет вас возвращаться назад, туда, где вы уже были раньше. Энергии на каждое такое воспоминание уходит куча. И еще больше ее уходит, если вы при этом испытываете какие-то эмоции, особенно негативные. Не рассказывайте другим грустные истории своей жизни. Так вы только отдаете энергию. 1. Останавливайте себя каждый раз, когда заметите, что вы опять говорите о прошлом. Это непросто, но со временем у вас получится. Возможно, некоторые люди вас не поймут и даже перестанут с вами общаться. Не сдавайтесь, вам не нужны пустые разговоры и сплетни. Со временем, отвыкнув обсуждать прошлое, вы заметите, что перестали думать о нем. Это и будет вашей победой и началом новой жизни – человека, смотрящего только вперед. 2. Оценивайте адекватно ситуацию, в которой находитесь. Адекватно – это значит, взглянув на нее со стороны, а не с позиции того, что вам в ней нравится или не нравится. Так вы сможете избежать негативных последствий оценки людей и их действий по отношению к вам. Ведь обычно конфликты возникают. Когда вы все спланировали, но что-то пошло не так, как рассчитывали. Что-то сбилось. Ситуация вышла из-под контроля и вы начинаете нервничать. Судорожно стремитесь все исправить, ищите виновников сбоя или вините во всем себя. Или вам грозит раздел имущества после развода. Понимаете, сколько энергии тратится на эти действия? Когда люди совершают поступки, которые они не должны были бы совершать в соответствии с вашими представлениями о жизни. Например, человек не пунктуальный, в то время как вы никогда не опаздываете и очень этим гордитесь. Конечно, такая черта характера вас сильно раздражает, вы начинаете учить его уму-разуму, теряя при этом свою энергию. Зачем? Ведь вы даже не уверены, что достигнете цели. Будьте проще, выбор всегда есть. Позвольте другому человеку быть таким, каким он хочет. А для себя решите, насколько он важен в вашей жизни. Тогда все встанет на свои места. И, возможно, непунктуальность этого человека перестанет быть для вас такой раздражающей по сравнению с другими его качествами характера. Высказывая же претензии другим, вы постоянно теряете энергию. Ликвидируя эту привычку, вы остановите утечку энергии с этой стороны. А значит, пустите ее на более важные для вас дела. Третье. Перестаньте идти на пролом к своим целям. Наши цели и наши желания очень сильно просаживают нас по энергетике, если мы начинаем чересчур мечтать об их исполнении, а также прикладывать для этого больше усилий, чем требуется. Мы ставим себе сроки и часто в них не укладываемся. Планка и возможности сильно завышаются, и в результате, чтобы в чем-то преуспеть и что-то кому-то доказать, мы выкручиваемся наизнанку. Но результата все нет, а энергии тратится огромное количество. Если вы при этом начинаете испытывать негативные ощущения в виде гнева, зависти, обиды и т.д., это значит лишь одно – вы не принимаете жизнь такой, какая она есть. Испытывая подобные чувства, вы расписываетесь в собственном бессилии и теряете энергию. Вместо того, чтобы искать причину происходящего и шаги ее преодоления. И даже если в результате своих поисков вы обнаружите, что желание ваше в данный момент невыполнимо, смиритесь и примите это как неопровержимый факт. Откажитесь от цели в пользу своего спокойствия и сохранения своей жизненной силы. Ведь если вы этого не сделаете добровольно, а сорветесь на самогнобилку, в последующие дни вас будет преследовать депрессии. Помните, что плохое настроение возникает всегда при недостаточном количестве энергии. 4. Не болтайте лишнего. На разговоры также тратится много энергии, поэтому говорить желательно меньше и по делу. Промолчите, когда вам нечего сказать. В противном случае вы рискуете потерять энергию и заодно прослыть болтуном, так как не сможете произвести впечатление на собеседника речью лишенной чувств. Когда человек обладает определенным количеством энергии, даже пара сказанных им слов запоминается надолго и западает в сердце. И наоборот, когда энергии мало, его неинтересно слушать, он не может подать информацию захватывающе и красиво. 5. Никогда не жалуйтесь и не обвиняйте никого в своих бедах. Человек начинает жаловаться при недостатке жизненной энергии. Так он перекладывает ответственность за себя и свою жизнь на других людей. В этом процессе проигрывают обе стороны. В качестве ноющего рассказчика на жалобы вы тратите львиную долю своей энергии. Ведь вам нужно заново пережить ситуацию, о которой вы рассказываете. Для того, чтобы выжить, организм начинает подсасывать энергию извне. Вы превращаетесь в вампира. Поэтому, если вы попались под руку в качестве слушателя, никогда не жалейте тех, кто вам рассказывает душераздирающей истории. А иначе потеряете энергию. И люди чувствуют это на уровне подсознания. Обычно с вечно ноющими субъектами предпочитают не общаться. Останавливайтесь всякий раз, когда заметите, что начинаете вести себя подобным образом. То же самое можно сказать и об осуждении, и обсуждении других людей. Не сплетничайте, не растрачивайте на это свою жизненную силу. 6. Не делайте лишних движений. Энергия тратится на любое слово и действие. Поэтому, если вы и без того нервничаете, не усугубляйте ситуацию, не тратьте ее еще и на нервное постукивание карандашом по столу или хождение из угла в угол. Дополнительные действия ведут к дополнительной утечке жизненной энергии. Помните об этом. Это же относится и к другим лишним бесполезным движениям. Не жуйте жвачку, не щелкайте семечки от нечего делать, не тащите в рот сигарету, не размахивайте руками. Все это ведет к утечке энергии, как бы странно оно не звучало. 7. Женщинам. Повышенное внимание к своей внешности, а также мысли об этом, косметика и грим забирают большое количество энергии. Так же, как и пристальная забота о своей прическе, накручивание локонов на палец или постоянное приглаживание волос, особенно во время разговора. Вы намного красивее, чем думаете. Природная привлекательность женщины зависит только от количества энергии и нисколько от пудры и помады. Большую часть энергии женщина теряет при менструациях, осторожней в этот период. Отдыхайте и ведите спокойный образ жизни, так как в это время женщины становятся слабее, обидчивее или наоборот агрессивнее. Все это признаки потери энергии. 8. Слова-паразиты. Попробуйте не использовать в своей жизни бессознательные слова и выражения, а также матерные высказывания. Все это забирает энергию. Все, что мы говорим по привычке следует также исключить из нашей жизни. Никаких мхм, гмм, лишних ага и т.п. Ничего, что отвлекает нас и нашего собеседника от цели разговора. 9. Не строите гримасы. Не надо ужимок и ухмылок, не щурьтесь, не косите глазами, не смотрите многозначительно вверх, когда думаете, не хмурьтесь и не хихикайте не по теме. Это тоже отнимает энергию. 10. Будьте собой и выражайте то, что думаете и чувствуете в этот момент, не избивая собеседника с толку своими гримасами. 11. Не одевайте маски, дайте волю своим чувствам. Выражайте на лице только то, что на самом деле ощущаете. Все остальное — это дополнительные усилия, которые влекут за собой необоснованную трату энергии. 10. Контролируйте свои отношения. Не следует заниматься любовью со случайными партнерами, так вы рискуете не только подхватить какую-нибудь заразу, но и потратить жизненную силу. В таких связях не происходит полноценного обмена энергией, который нужен как мужчине, так и женщине. А вот потеря ее значительна. Обычно оба партнера, получив физическую разрядку, просто скидывают энергию в пустую. Ведь недаром люди чувствуют себя после такого общения опустошенными и использованными. Не занимайтесь любовью по принуждению и из страха, что партнер вас бросит. Не спите с теми, кто вам не отвечает взаимностью. Ведь главное правило любви — это равноценный обмен энергии. В противном случае вы просто ее потеряете. Автор статьи UPS 1970